We don't need this information! Я сейчас материться начну. Ладно, если бы это базовая корпоративная версия была. Это, мне кажется, в некоторой степени намек. В этот раз мы снова в Хорватии. О ее извилистых и живописных дорогах мы рассказывали вам в одном из последних ведрошоу. Сейчас же мы приехали сюда протестировать автоновинку, которая очень похожа на одну другую автоновинку, которую мы видели до этого. Это новый Opel Corsa и процент того, что этот автомобиль сможет меня удивить, наверное, очень низкий. И не потому, что она мне не нравится, а просто потому, что я ездил на этой машине. Правда, она выглядела несколько иначе, была в другом цвете. А на крышке багажника здесь было написано Peugeot 208. Поэтому сегодня мы постараемся разобраться, насколько она похожа со своим соплатформенным родичем. Ну и, в общем-то, постараемся понять, есть ли разница вообще, или это один и тот же автомобиль. Первое поколение Opel Corsa сошло с конвейера в 1982 году и выпускалось вплоть до 1993. За это время было выпущено более трех миллионов машин. И это не рекордный показатель. Ведь, например, старший по классу Volkswagen Golf второго поколения, который выпускался в то же время, сошел с конвейера тиражом вдвое больше. И тем не менее, Corsa все же стала важной и одной из наиболее массовых моделей марки. Следующие поколения не стали исключением. И несмотря на то, что Corsa нельзя назвать самым массовым автомобилем на наших дорогах, вот уже второе десятилетие она стабильно входит в топ-10 самых продаваемых авто в Европе. А в 2017 году начинается новая ветка развития бренда. Ведь в это время холдинг Peugeot Citroёn выкупает Opel у General Motors. А в 2019 на автосалоне в Женеве французы показывают Peugeot 208, в основу которого заложена новая платформа, которая должна стать единой и для других моделей концерна, в том числе и для новой Corsa. Поэтому неудивительно, что она имеет похожие габариты и общую начинку. Наверное, только внешний вид и стилистика – это главные отличия. Новая Corsa вроде и не похожа на 208, ведь тут нет этих выразительных ходовых огней и особого рисунка фонарей сзади. Но она по-немецки минималистична и даже сохранила родственные черты с предыдущими поколениями. Единственное визуальное сходство – это силуэт. Поэтому, не зная всей истории, можно и не догадаться о том, что эти две модели очень близки. А с учетом того, что внешний вид – это все-таки вкусовщина, и однозначно ответить на то, какая из двух моделей все-таки красивее сложная, я предлагаю устроить небольшую голосовалочку. Здесь появятся два варианта ответа, а уже с учетом общего голосования мы поймем, кто из них или что из них круче. Друзья, если вы часто путешествуете по миру и в том числе на машине, то наверняка сталкивались с проблемой отсутствия связи в самый неподходящий момент. Поэтому качественный и, главное, недорогой роуминг – это, наверное, одна из главных составляющих таких поездок. Например, у меня на обычном мобильном операторе, если за день мы поезжали несколько границ, то тариф мог по несколько раз в день обновляться или обнуляться, и по несколько раз в день списывались деньги. Это все дорого, неудобно, и вообще меня это все раздражает. Вы, конечно, можете включать авиарежим и не пользоваться связью вообще, но в моем случае это не подходит. И если ты такой же, у меня для тебя есть лайфхак. Это роуминг от Тестелеком. Мы уже рассказывали о нем ранее, но сейчас у ребят несколько изменилось покрытие, а главное – тарифы. Теперь покрытие составляет аж 210 стран мира. И, честно говоря, я даже не знал, что их столько существует. Я из этого списка, наверное, только одну десятую съездил, и это маловато, надо кататься больше. Стоимость пакета теперь составляет 25 евро, 10 из которых стоит сама карта, ну а 15 кладутся вам на счет, при этом доставка, как и прежде, бесплатная. И, кстати, в любую точку мира. Но главная фишка – это тарифы. И теперь вы платите всего от 0,02 евроцентов за мегабайт. Поэтому, если вы не хотите сливать деньги за роуминг, как вонит нас, и вам нужна хорошая связь по нормальной цене в любой точке мира, обязательно скрольте вниз, все ссылочки находятся в описании. Я не сексист, я ни на что не намекаю, но когда у вас ключи от автомобиля выдаются вам вот в таком вот футляре, это, мне кажется, в некоторой степени намек. Во всяком случае, именно я его так и понял. И, кстати, футадж есть с этой моделью вчера, которую я смог увидеть. То есть все рекламные проспекты. Везде машина на фотографиях или на видео с красивыми барышнями. Это хорошо, конечно, но с красивыми мужиками никакой. Блин, зачем? Ну, если, глядя на машину снаружи, вопросов не возникает, то внутри все не совсем так. Поэтому давайте разбираться. Главное отличие внутри – это архитектура приборной панели и торпеда. И здесь вид более классический, более традиционный, если так можно сказать. Приборная панель – это главное отличие. Находится за рулем, в отличие от пжа, где приборка находится над рулем, а руль опущен ниже и лежит практически на коленках. В итоге и расположение элементов на центральной консоли также отличается. Тоже более классическое. И мультимедиа расположена под дефлекторами, не выступает сверху. И, наверное, мне так нравится больше. Ну и также отличаются материалы. Я не скажу, что они лучше или хуже. Они просто другие, и это уже дело вкуса. Но есть и моменты, из-за которых, мне кажется, что на новой курсе несколько сэкономили по отношению к 208. Одной из основных фишек нового 208 внутри, я считаю, приборную панель. Потому что над ней запарились, она получилась необычной. К тому же она объемная. И я очень сильно надеялся увидеть что-то подобное внутри в новой курсе. И до последнего даже не смотрел ни рендера, ни фотографии. Я хотел сесть сюда и получить свежие эмоции и поделиться ими с вами. Но, как оказывается, видение немцев относительно приборных панелей несколько отличается. И здесь внутри не совсем то, что я рассчитывал увидеть. В общем, все это дело выглядит так, как будто ребята долго думали, а не пытались придумать какую-то такую же красивую и необычную приборную панель. Но потом у них, видимо, просто закончилось время. И сюда врезали квадрат, который по контуру и по форме вообще никак не соответствует этой панели. И выглядит это все... Я бы сказал так, что это нельзя назвать раем для перфекциониста, потому что здесь в формованном контуре приборки врезана квадратная панель с огромными рамками по бокам, которые вообще никак не задействованы. Я до последнего надеялся, что на эти рамки будет выводиться какая-то сервисная информация. Возможно, ошибки. Возможно, указатели поворота будут подсвечиваться. Но, как оказывается, эта часть приборки не задействована от слова совсем. То есть сюда ничего не выводится и с учетом еще рамки приборной панели у вас получается, наверное, сантиметров по 5 пустого и ничем не задействованного пространства. И это на самом деле необычно, наверное. И необычно это, наверное, самый простой эпитет или сравнение, которое я мог бы подобрать. И вчера нам все-таки удалось встретиться с человеком, который постарался дать нам ответ на некоторые вопросы, которые касаются новой курсы. И в разумительного или понятного ответа, почему же сделано именно так, мы не получили. Единственное, что смогли ответить, это то, что с зазором на будущее эта приборная панель выглядит именно так. Потому что, как я уже и сказал, в будущем, в следующих моделях или в следующих обновлениях она может меняться. Но какого лешего, спросите вы, она выглядит так именно сейчас, мне все-таки не ответили. В общем говоря, если подытожить, вот приборная панель, это первый момент, на который ты обращаешь внимание внутри. И здесь она, мне кажется, не дотянула до тех ожиданий, которые лично у меня, во всяком случае, были по поводу новой курсы. Но это не единственная проблема. Сейчас мы вывели на экран навигацию, и все бы ничего, но прямо перед указателем твоего текущего местоположения выводится здоровенный значок скорости, для которого еще миллион мест можно было бы придумать, но нет, он упирается прямо в твое текущее месторасположение. То есть ты едешь вроде бы как прямо, но что там у тебя прямо впереди, ты не видишь, потому что это место у тебя перегораживается скоростью. Как так можно было сделать? Ну, можно было куча места для этой скорости есть. Ну, нахрена она упирается прямо, блин, в указатель местоположения? Ай, все, это про... Это простить и забыть. Надо ждать теперь, когда они обновят эту приборную панель через три года. И вот эти вот рамки по бокам, для них придумывают все-таки место какое-нибудь. И придумывают, как же все-таки сделать так, чтобы это было и красиво, и современно, и понятно. А пока все это потрачено. Второй момент, на который я обратил внимание, это экран мультимедиа. У вас есть два варианта. Вы можете заплатить поменьше и получить мультимедийку или экран мультимедиа диагональю в 7 дюймов и заплатить немножко побольше, и получить, соответственно, большую мультимедийную систему с диагональю уже в 10 дюймов. Но здесь, как оказалось, все не так просто. Я не понимаю, зачем настолько большой экран, и при этом интерфейс здесь настолько же маленький. Огромные рамки по бокам, которые занимают, наверное, 30% площади всего экрана. Зачем? Почему именно так? Можно сделать было какую-то другую визуализацию, но здесь на какой экран ты не заходишь. Здесь даже эти рамки подчеркиваются. Это не совсем честно. Ты понимаешь, что ты вроде как заплатил за мультимедиа с большей диагональю, но вот все пространство этой большей диагонали, оно вообще никак не используется. То есть у тебя в большом телевизоре есть встроенный маленький телевизор. И сразу ты внимания, наверное, на это не обращаешь, потому что некоторые экраны замаскированы очень даже неплохо. Черное на черном не выделяется. Но когда ты проходишь другие экраны, например, такие, как навигация, ты сразу понимаешь, что все не совсем так, как ты ожидал изначально. При этом рамки по бокам практически не задействованы. Сюда выводится иконка доступа к настройкам мультимедиа, текущая температура на улице и время, и все. И с одной стороны плюс за лаконичность, потому что дизайн и оформление мультимедиа очень похож на дизайн и оформление приборной панели, но я ожидал большего, если можно так сказать. We don't need this information! System settings. Как ее настроить? Я сейчас материться начну. Как настроить эту мультимедиа? Шатабрык его. Все, есть же ж. А еще в новом 208 есть RGB-шная подсветка по периметру, и она создает особую атмосферу и уют, когда на улице темно. Но в курсе вы тоже можете подсвечивать и делать вот так. Но, опять же, как говорят ребята из Opel, если какие-то опции или фишки есть в 208, но при этом их нет в курсе, это не значит, что модели разводят по разным ценовым нишам, просто это видение разработчиков, и Корсо может похвастаться некоторыми другими фичами, которые мы не сможем увидеть в 208. Итак, главные фичи, которых вы не увидите в 208, это доступ к машине по смартфону, это удержание в полосе, которая ориентируется не на разметку, а на саму полосу, поэтому машина не будет как пинг-понг или мячик от пинг-понга прыгать от одной полосы, от одной линии разметки к другой. Ну и, наконец, это Автопилот парковки, которого также нет в 208, но все это с небольшой оговорочкой, что появятся эти опции только в 2020 году, а сейчас они пока еще не презентованы. Помимо этого, из полезных плюшек здесь есть беспроводная зарядка, опционально доступен массаж сидений, электронный ручник, джойстик селектора коробки передач, ну и много других полезных фич, и на самом деле для своего класса эта Корсо запакована очень неплохо. Для моторов история такая же, абсолютно, как у 208-го, копипаст, потому что и гамма моторов, и коробки, все идентично, и базовым станет атмосфера на 75 лошадей, которая работает в паре только с 5-ступенчатой механикой. Средняя комплектация, это уже 1.2, турбированный PureTech, который работает в паре либо с 6-ступенчатой ручкой, либо с 8-ступенчатым автоматом, ну и топовая комплектация, собственно, как это. Здесь уже мотор на 130 лошадей, также турбированный, и работает он в паре исключительно с 8-ступенчатым автоматом, при этом динамика до сотни здесь по паспорту составляет 8,7 секунды. И я напоминаю, что во время тестов нового 208-го, именно с разгоном и с динамикой, было все неоднозначно, потому что свои заявленные 8,7, а динамика такая же, как и здесь, 208-й не выезжал. И здесь, именно в этом моменте и чувствуется разница, потому что с первых секунд, после того, как ты садишься за руль, ты понимаешь, что настройки отклика на педаль газа здесь отличаются очень сильно, потому что в экономичном или в нормальном режиме задержки практически нет, и интуитивно понятно, быстро все срабатывает, то есть ничего не раздражает, и мне это нравится. В общем, если подытожить, то, наверное, из всех тачек в этом классе, в среднем классе, на которых я ездил в последнее время, к отклику нажатия на педаль газа, у меня, наверное, претензий нет абсолютно, потому что в экономичном и обычном режиме все понятно, никаких больших задержек нет, но если вам этого не хватает, вы можете переключиться в спорт режим, и тогда динамики хватает, и по ощущениям, вот именно корса своей 8,7 вполне выезжает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то мне кажется, что все это дольше десятки тоже. Недозволенный статус, возьми карточку. Вот кнопочка, мне кажется, там возьми карточку, надо делать. Да пошли они в с**ку. Ты знаешь, сколько здесь стоит? Я ездил по Хорватии, здесь это не дешево. Automatiketo, drive here, help us. 190 тем временем. Попробуем проверить заявленную максималочку, нет, 192, и больше мы, к сожалению, не идем. Это на шестой передаче, это на шестой передаче, Это вот ходовые характеристики, мне, наверное, корса однозначно нравится больше, и если оценивать удовольствие нахождения за рулем, это отклик на нажатие педали газа, это маневрирование и вообще ощущение от передвижения, я бы все-таки, наверное, отдал свое предпочтение именно корсе, чем 208. В целом, если подводить какой-то итог, я бы сказал так, что и корса, и 208 получились достаточно удачными. Если говорить о внешнем виде, то вообще, наверное, претензий никаких нет. Если говорить о салоне, то за счет только, наверное, приборной панели и некоторых других, безрамочное зеркало, некоторых других опций, мне 208 понравился больше, но по ходовым характеристикам я однозначно отдаю предпочтение корсе, и она мне понравилась. Вот по этой части она мне понравилась больше. В количестве свободного места, да и в укомплектованности заднего ряда сидений особой разницы в сравнении с Peugeot я не заметил. Тут все очень похоже. Поэтому я не буду повторяться, а если вам все-таки интересно, в конце вы можете перейти на видео о новом Peugeot 208, ссылка находится в описании. С багажником ситуация в принципе та же, и его объем практически не отличается. Тут 309 литров против 311 в 208. Друзья, на этом, пожалуй, все. Огромное спасибо за то, что уделили внимание и досмотрели это видео до конца. Да, если подытожить, то я сказал бы так, что, наверное, у ребят из Opel получилось сделать достойную альтернативу тому же 208. И если вы хотите автомобиль все-таки с немецкими корнями, а не французскими, то однозначно стоит уделить внимание новой Opel Corsa. Неизменно определяющим фактором спроса станет цена. Интересно, как разведут все-таки эти две модели между собой, с учетом того, что конкуренция в классе и без того немалая. В любом случае стоит ожидать появления машины у нас, и только тогда все станет понятно. Еще раз спасибо, что посмотрели видео. Поставьте под ним лайк, если оно вам понравилось. Всем удачи и пока!